Всем привет! Вы на канале Просто Моделс, и в этом ролике мы продолжим работу над моделью Typhoon K в масштабе 1 к 35 от фирмы Звезда. Напомню, что в двух предыдущих роликах на канале мы собрали эту модель, а в этом ролике полностью покрасим её и завершим над ней работу. Далее также построим с участием данной модели диораму, но уже позже. Напомню, что при сборке этой модели мы использовали крутейшие дополнения, которые шли по предзаказу от магазина Ямоделист. Кстати, сейчас у них активны ещё три предзаказа на подводную лодку Щука, БРДМ-2, а также двухосный армейский грузовик КАМАЗ. И его, кстати, мы также соберём на нашем канале, и это будет диорама на тему зомби-апокалипсиса. В общем, если вам интересно, смотрите ссылки на предзаказы в описании, а мы тем временем начнём покраску. Для начала я окрасил внутренние части оконных рам в чёрный цвет, для того, чтобы уже можно было вклеить стёкла. В данной модели имеется несколько слоёв остекления, и плёнку, которая имитирует эффект бронестекла, я буду клеить на внутреннее стекло с внешней стороны, так, чтобы она оказалась посередине между двух стекол. Наклеиваем плёнку и устанавливаем остекление на свои места. Делать это лучше после того, как краска на оконных проёмах высохнет. Для склейки стекол я использовал тамиевский сверхтекучий быстро сохнущий клей. Сейчас мы наглядно видим все плюсы тонировочной плёнки. В отличие от краски, она ложится ровно и без каких-либо разводов, а её легко устанавливать, просто вырезая плёнку по остеклению, как по трафарету. Для того, чтобы краска не попала в уже окрашенный салон, я сделал вот такие вставочки из картона и приклеил их на несколько капель клея момента. На всё остекление я также установил маски, вырезанные из модельного малярного скотча. После того, как модель подготовлена к покраске, нам необходимо её обезжирить и загрунтовать. Для обезжиривания я использовал обычный промышленный обезжириватель, а в качестве грунта я использовал грунт для пластика Кудо из баллона. Основные этапы покраски я осуществлял при помощи аэрографа и использовал краску от фирмы Tamiya с родным разбавителем. Размешивал краску с разбавителем я примерно в пропорциях 50 на 50. После того, как корпус нашей модели окрашен в базовый цвет, я решил нанести небольшие высветления. Для этого я использовал краску, похожую на базовый цвет, но немного более светлого оттенка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как рама автомобиля с его базой отличается цветом от кузова, мы не устанавливали её при сборке и окрашиваем отдельно. После покраски модели аэрографом начнём покраску кистью, а именно всякие мелкие детали. Такие, как окантовка фар, верхние элементы ступеней, подножки, трос, лебёдки, а также её большой карабин. Для имитации отражателей в фарах я использовал маркер Molotow Chrome. После окраски фар установим их остекление на свои места. Приклеивать я его буду также при помощи сверхтекучего, быстро сохнущего клея от Tamiya. Далее подчеркнём некоторые объёмные места при помощи чёрной смывки и установим защитные решётки на наши фары. И тут нас ждёт небольшой сюрприз. Напомню, что фотоотравление мы используем для модели Тайфуна от фирмы Takom. И на этот раз данная деталь к нам подходит, ну не то чтобы совсем как влитая. Разница с родной пластиковой решёткой перед вами. Я не считаю это какой-то критической разницей, и поэтому всё равно буду использовать данное фотоотравление. Если вам такая разница не по нраву, можете использовать фотоотравление от микродизайна для звезды. Оно вроде как уже имеется в продаже. Ну а мы теперь можем установить все окрашенные детали на свои места, попутно подкрашивая то, что не окрасили ранее. И признаться честно, на свои места всё встаёт достаточно неохотно, и на данном этапе склеивается с трудом, поэтому нужно приложить немного усилий и потратить чуть больше времени, чем планировалось. Напомню, что люки, точнее петли на них, мы собирали при помощи фотоотравления, и они у нас могут открываться и закрываться. Это помогло нам с покраской, и нам не пришлось закрывать каждый из люков какими-то затычками, а люков здесь немало. Ну и открыл все люки, не забываем прокрасить их внутренней части. Также не забываем и про наши двери. Мы их красили, ещё не устанавливая на корпус. Установим их в дальнейшем. Данный обвес мы не демонтировали перед покраской с нашего Тайфуна, так как он у нас обвязан канатом, который установлен непосредственно через фотоотравление уже на сам корпус. Поэтому красим его, не снимая с машины. Подобные элементы снаряжения имеются также и на крыше нашего Тайфуна. Но перед покраской модели я их демонтировал для удобства окраски самого снаряжения. Камуфляж на наши обвесы я также наносил вымышленный. Ну, возможно, такое и есть в природе, но я, честно говоря, наносил его в произвольном варианте, так как лежит рука и глазу кажется красивым. После того, как всё снаряжение окрашено, нанесём смывочку на наш автомобиль. Смывку я также использовал от фирмы Tamiya. В основном это тёмно-коричневый цвет. Смывал излишки смывки я при помощи текуриловского white spirit'а, используя специальные маникюрные ватные палочки. Они, как мне кажется, намного меньше ворсятся и, в общем-то, меньше шансов загадить модель на данном этапе покраски. Далее, при помощи ещё более светлых оттенков базового цвета, я еле-еле прошёлся при помощи техники сухой кисти по самым краям нашей модели. Ах да, совсем забыл про скрутку на другом борту. Не забываем окрасить её. Теперь можно установить все элементы снаряжения на наш автомобиль, а также нашу дистанционно управляемую турель. Но перед её установкой её также подкрасим, как и сам корпус автомобиля, при помощи техник сухой кисти и смывочки. Для большей надёжности все окрашенные элементы я устанавливаю на свои места при помощи клей-гель-момента, не исключение и двери нашего автомобиля. Для имитации зеркал заднего вида производитель положил в набор вот такие интересные наклеечки. Они просто приклеиваются на свои места на зеркалах. И, как вы видите, одно из зеркал, а именно то, что устанавливается на носовую часть автомобиля, не подошло по размеру. Как это удивительно не звучало бы. В общем-то, я установил его на своё место и хотел подрезать в нужный размер уже при помощи ножа. Но что-то пошло не так, у меня не получилось, и я просто сымитировал остекление при помощи молотового хрома. Также им же я сымитировал и вот эти штанги, которые устанавливаются на открывающуюся рампу автомобиля. В общем-то, основные этапы покраски корпуса автомобиля у нас закончены, и нам необходимо нанести грязь, которую мы всегда обильно наносим на наши модели перед установкой колёс. Я каждый раз говорю себе, Антоха, нанеси как можно меньше грязи, сделай ты, наконец-таки, нормальный автомобиль, который ездит в городе по нормальным дорогам, а не по каким-то просёлочным болотам. И каждый раз что-то внутри меня заставляет нанести как можно больше грязи. И в итоге получается то, что получается. В целом, выглядит, конечно, неплохо, но не этого я хотел. Уже после нанесения грязи я вспомнил о том, что мы не установили задние фары. Их мы также собираем при помощи фотоутравления для фирмы Таком. И оно также у нас не совсем подходит для данных фар. Но в итоге выглядит всё всё равно лучше, чем в оригинале. Как и обещали для внимательных зрителей, промокод на скидку в магазине ЯМоделист. Введите слово «Просто» в нужном разделе при оформлении заказа и получите свою скидку. Работая с фарами, душа попросила ещё больше грязи. Шучу. На самом деле, просто решил добавить коричневого оттенка, чтобы грязь выглядела более натурально. Брызги грязи на корпус автомобиля, а также на резину я наносил при помощи растрёпанной кисти средней жёсткости, еле касаясь её до нужных мест. Для того, чтобы грязь на колёсах нашего автомобиля выглядела более реалистично, я размываю её при помощи текуриловского лайтспирита. Теперь добавлю немного подтёков на сам корпус автомобиля при помощи специальной жидкости. Кстати, также чуть и не забыл про наши крутые 3D-декали от Quintestudia, которые также шли вместе с предзаказом от магазина Ямоделист. Ещё один повод делать предзаказы. И хоть эти декали в основном прокачивали наш интерьер, также ребята из Quintestudia добавили на них и интересные катафоты. Далее подкрашиваем поворотники и устанавливаем ещё несколько персонажей, для установки одного из которых пришлось демонтировать люк и установить его обратно уже после установки персонажа. Закрепим всё при помощи матового лака и наконец-таки снимем маски с нашего остекления. Теперь можно смело установить дворники на свои места. Оригинальные дворники, кстати, мы также заменили деталями из фототравления. Ну и на этом работу над нашим Тайфуном можно считать законченной. Вот такая интересная модель у нас получается в итоге. На этот раз звезда не подкачала и сделала довольно-таки интересную сборную модель. И мы в свою очередь неплохо её реализовали, как мне кажется. Напомню, что при сборке эту модель мы адаптировали под будущую диораму, которую мы построим вскоре на канале. Но для начала реализуем ещё несколько проектов. Напомню, что ссылки на части со сборкой данной модели я оставил в описании. Ну и на этом всё. Если это видео оказалось для вас полезным или интересным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Просто Моделс. Оставайтесь на связи. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!